Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, я являюсь представителем компании HR Group в Варшаве и мы прям на вокзале встретили Орлена, который приехал на электричке прям из аэропорта. Все правильно, Орлен? Да, здравствуйте еще раз. Привет, расскажи, пожалуйста, как прошла твоя дорога? Было, да, было чуть-чуть трудно, потому что все-таки первый раз, получается, в Европе, было волнительно, было необычно, да, но все-таки прилетели. Волнительно, да? Наверное, самый трудный момент был, когда ты подходил к пограничникам, да? Да, да, к пограничникам, они все такие строгие. Ну да, конечно, они с виду строгие, но они приветствовали, да, добро-зылательные и много чего посоветовали. А скажи, пожалуйста, какие вопросы тебе задавали по приглашению, может, что-то спрашивали, что ты с собой вез, то есть паспорт, приглашение, какие документы тебе были вписали? Они попросили, конечно, паспорт, потом пригласительные, куда я еду, где буду проходить карантин, я все показал, то, что мне дали. Напомни нам, сколько ждал ты приглашения? Полтора месяца, да, где-то полтора месяца. А скажи, ты какие-то анкеты, может, заполнял по поводу прохождения карантина? Да, ну, меня там попросили просто личные данные, где я буду проходить, все такое, и там были советы, предупреждения, что нужно делать вообще во время карантина. Сим-карту уже узнаете? Нет, пока нет, ну, мы сейчас собираемся, да. А скажи, какие-то приложения уже, может, скачал? Да, я до этого уже мне посоветовали, по-моему, ягда-яды и, да, контакт... Кварантоу. Да, Кварантоу, да. Это по которому тебе будут приходить и... Да, как я понял, они будут следить, да, мои передвижения, куда я иду, все такое, потому что все такие, да, карантин, коронавирус. Ну, да, продукты еще не купили, сейчас хватит, чтобы закупим, и денежку все взял, подготовил, поменял, сколько у тебя с собой? Примерно 600-550, да. Хватит, да? Ну, да, мне, я думаю, хватит, потому что я до этого уже читал, все уже... То есть ты изначально уже немножко подготовился? Да, да, конечно, подготовился. В интернете какую-то информацию подготовил? Да, да, конечно. Здорово, молодец. Хорошо, тогда пойдем в супермаркет и давай закупимся продуктами, подключим тебе сим-карту, все верно? Пошли. Нам с Арленом очень повезло, и мы решили далеко не ехать, и здесь как раз-таки под боком есть Кельфур, с которым мы сейчас пойдем с тобой закупимся, и... Арлен, что будешь покупать, рассказывай. Я сам люблю готовить, наверное, все-таки продукты питания, пойду в хостел, приготовлю что-нибудь, и насчет цен тут очень, не знаю, Я проверял в интернете, и тут тоже чуть-чуть посмотрели, очень выгодные цены, допустим... Ну, я до этого еще читал то, что вот средняя статистика, вот человек в Польше зарабатывает 200-300 злотов, и вот 200-300 злотов, это вполне вот за неделю можно прям с комфортом прожить за эти деньги. А у нас в Кыргызстане, ну, 200-300 злотов, ты заработаешь, не знаю, за две недели, может быть, да. Так, скажи... И мне уже нравится. Нам надо с тобой сим-карту подключить, правильно? Да. Так, продукты мы с тобой купим, и что, пойдем тогда закупимся, и уже встретимся с тобой через несколько дней на офисе? Да. Давай, пойдем. Находим. Спасибо.